всем привет я бы по делам своим хотела поговорить с вами на такую тему разглагольствовать о том стоит ли помогать тем, кого обижают я не говорю сейчас о тех, кого в равной категории, допустим, двое мужчин в равной весовой категории дерутся стоит ли вмешиваться а вот именно когда обижают слабых обижают женщину или ребенка ну или просто, в принципе, слабее человека вот хотела спросить у вас как посчитается знаю, что бывает бытует мнение такое бывает говорят, что если вмешаешься, что типа тебе же хуже будет вот себе головную боль только заработаешь просто к чему об этом стало говорить вспомнился мне случай у нас в Ярославле был у нас соседи сверху жили семья молодая ну они с родителями жили но родители, видимо, часто работали молодые были одни тоже часто у жена и маленький ребенок на месяц старше наша Ева родился так вот как-то раз слышу я сверху ну уложила Еву жена такая в нем слышу как вот этот парень муж девушки Катя Катя ее зовут орет на нее орет таким ужасом просто так страшно даже стало орет и слышит такие звуки что по полу не знаю что ли она падала что ли она рулила на нее действительно как-то я не знаю толкал или что-то крушил ну страшные зубки такие мне не по себе стало вот ну вроде бы думаю ладно я что же я пойду с мужчиной разбираться я все-таки тоже женщина а самой а самой покоя вот нет и все что-то какое-то случилось дорожные работы что ли какие-то вот и когда я услышала что ребенок закричал вот этот маленький мальчишка закричал папа папа не трогай маму а еще как-то говорит там научился еле-еле папа не трогай маму все у меня планка упала я уже не соображала что я делаю честно говоря это же я потом все подумала но на тот момент у меня вот знаете у меня в жизни я сколько раз вспоминаю какие-то вот такие ситуации сколько раз в жизни у меня было такое у меня попадает планка я не соображаю что я делаю я просто тут пойду и и делаю и помогаю я не знаю я в этот момент не думаю ни о себе мне какое-то там это мне надо я иду и действую я надела тапки там я не знаю что-то накинула наверх взяла по моему подъезд вышла наверх не даже поднимаюсь звоню открывает он такой весь смотрю аж пена вот так я говорю а можно мне катю а он мне такой ну думаю с чего-то же надо начать как ты ее вызов не посмотрю в каком у нас состоянии что вообще происходит а он мне такой говорит мы вообще-то заняты мы немножко ругаемся я такая знаете я это смешная вы знаете что я соседка снизу я смешная ругаетесь ну и чего типа я говорю я ничего ты же мужчина я что-то начала так я не помню даже самых слова слова сами у меня сыпались просто и я не то чтобы я не наезжала я очень культурно очень вежу очень сдержанно подружески пыталась не поговорить вразумить я говорю ты же мужчина нельзя же слабых обижать я слышу походу это самое ну на ней вообще что что-то происходит говорю ты смели за собой за своими руками я не знаю языком нельзя же опускаться так он как бы типа это наше дело сами разберемся я говорю знаешь что дорогой конечно это ваше дело сами разберетесь если бы не ребенок нет если бы не ребенок я говорю при всем этом присутствует ваш сын и я слышу как он плачет и уговаривает тебя мужика не трогать маму я говорю тебе не стыдно я говорю если бы это не касалось ребенка я бы даже не пришла не напугать поубивайте друг друга что хотите делать если вы идиоты но говорю ребенок не должен этого видеть ребенка у меня видео прервалось включился навигатора голос и выключилась видео ну съемка вот и поэтому половина у меня не записалась поэтому продолжу с того момента с которого о котором я закончила ну вот вот я ему говорю я говорю слушай ну так же нельзя ты же говорю мужчина ты же должен контролировать себя ребенок не должен всего это видеть и слышать ты же говорю не хочешь чтобы у тебя моральный урод вырос ты же говорю не хочешь психику сломать своему сыну ну он мне говорит я своего сына я люблю я для него все самое это самое лучшее там все такое начал я говорю ну так ты для него пример он прежде всего смотрит на твои поступки и будет точно так же поступать как ты вот а не то что ты ему говоришь постаралась похвалить их ну думаю как-то тоже чтобы сердце затронуть но на самом деле я говорила правду я говорю сколько раз я вас видела в подъезде там на площадке на детской еще где-то я говорю вы такая замечательная семья я говорю вы так красиво смотритесь вы такие хорошие красивые замечательные люди я даже подумать не могла говорю зачем же ты так портишь репутацию своей семьи и ну как-то вот так похвалила в принципе он нормально довольно таки меня слушал спокойно ну где-то там оправдывался но он на меня не ругался и без агрессии всякой всякой но в то же время это чужой человек я же не знаю тем более он под каким-то я не знаю кайфом что ли был выпивший глаза такие стеклянные я даже не знала в принципе как реагировать то есть мало ли чего у него там придет в голову но с другой стороны как бы ну раз уж пришла я вот и говорила я говорю не отдавала себе я не отдаю себе отчет мне надо с ним поговорить мне надо уладить ситуацию мне надо чтобы он не обижал больше человека девушку и ребенка чтобы ребенок не боялся ну вот в принципе поговорила я с ним я говорю давай чтоб я больше не слышала такого что там жена твоя плачет или ребенок ты говорю давай держи себя в руках ну тем более я в принципе по возрасту я старше его он там может 25 с чем-то может около 30 а мне к 40 уже может быть поэтому он еще меня послушал как старшая по возрасту не знаю может быть действительно мои слова были убедительными и я вызывала какое-то уважение может быть я не знаю но факт в том что я пришла домой это все быстро прекратилось смотрю они еще немножко громко поразговаривали видимо по это самое поспорили но уже таких ужасных звуков не было видимо закончили этот разговор и все тишина и потом когда мы встречались он зла на меня не держал я сколько раз его видела опять-таки и в подъезде и в лифте и мы встречались они были вместе с ребенком один он в машину садился там у подъезда и сколько раз с ним он здоровался всегда всегда там улыбался не знаю вполне хорошо потом ко мне относился но факт в том что когда я пришла домой меня заколотило затрясло видимо когда пройдет это все у меня часто так бывает сколько раз было тоже в жизни как только стресс какой-то у меня силы откуда-то берутся я мобилизируюсь полностью во всеоружии у меня силы откуда-то берутся и я делаю какое-то дело которое нужно в данный момент мне выполнять у меня задача номер один и я это делаю как только я все сделала и стресс прошел все я сразу как тряпка обмякну все у меня силы покидают я вся такая слабая становлюсь меня затрясло ну не знаю не самом деле он такой глаза стеклянные он какой-то неадекватный был я конечно боялась возможно как-то вся ситуация не очень приятная вот я пришла домой потом Виталик с работы пришел я ему рассказываю так и так он говорит ты что с ума сошла ты зачем туда пошла я говорю я не знаю вот я не знаю я же в этот момент не думала что там обижать слабого я и пошла я слышу ребенок плачет слышу женщину обижать я и пошла говорю я не знаю сама потом то подумала что в принципе и я могла пострадать но я об этом в тот момент не думала Не о себе думала Вот Такая ситуация произошла И Катя это мне потом встречалась Много раз мы с ней встречались И она в принципе тоже очень хорошо Относилась ко мне, улыбалась Хотя немножечко стеснялась Глазки смотрю опускает Видимо неприятно ей было все это Что я как бы стала невольной Свидетельницей всего этого Хотя многие наверное соседи слышали Но никто кроме меня не пошел И видимо ей так стыдно было Неприятно что вот с ней так Обращались Ну я больше по крайней мере не слышала Чтобы он вот так дебоширил и хулиганил И не было такого Хотя я все время дома практически Тоже сидела с ребенком с маленьким Как и она Вот Дальше было все хорошо И я вот что подумала Думаю если бы я не пришла Вот если человеку не сказать Что он не прав Если ему не Как мозги не поправить В смысле если человеку не подсказать Не исправить его Не сделать замечания В нужный момент Он просто возможно привыкнет так поступать Ну человек привыкает Что это нормально Тем более возможно Скорее всего Он свою жену не послушает А мнение со стороны Это чаще бывает более действенным Более к нему прислушиваются К мнению со стороны И поэтому Возможно он так Послушал меня Вот И что-то у него в мозгу Наверное повернулось И справился Я не знаю конечно же Но я поговорю еще раз Повторяюсь Больше я не слышала Чтобы он Дебоширил Вот поэтому Хочу вас друзья Спросить А в самом ли деле Я глупо поступила И не нужно было Лезть не в свое дело И Может быть Опрометчиво И Так вот Поступила Что могла пострадать Я не знаю Ну как бы В этом тоже Глупость может заключалась Моя Хочу Спросить вас Нужно ли на самом деле Защищать Вмешиваться Хочу услышать ваше мнение Пожалуйста Пишите в комментариях Мне очень-очень интересно Узнать Об этом Что думают другие Все Всем пока Спасибо Что вы Слушали Мою историю Всем хорошее настроение Берегите друг друга Не обижайте Друг друга Человеческие отношения Так хрупкие Их нужно беречь Все Бай-бай Пока Друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok